на техническом обслуживании то что вот люди называют полное техническое обслуживание велосипеда у нас был велосипед старк модель называется армер 29.6 клиент у нас очень давно на знает раньше у нас брал велосипеды в прокат в том году он себе купил велик который мне очень понравился велосипед прикольно едет хорошо в том году он приезжал его посмотрел и мы даже делать еще не стали все замечательно то есть и смазка во втулках и втулки были протянуты все было настроено велосипед был настолько хорошо собран что мы не делали вообще ничего по нему то есть он уехал кататься и покатался он годик но как вы видите грязьки у нас тут очень много очень много грязьки девочек у нас вот такой вот с пластиковой головой вот этой вот цепочка видите сколько грязи сколько всего в общем к чему мы сейчас пришли первое переборка втулок втулки джойтэйч втулки нормальные но к сожалению конуса у нас там по износились за год вся смазка грязненькая перебрали обе втулки поменяли внутри смазку поменяли конуса поменяли подшипники теперь все работает хорошо передний ротор у нас 180 тормоза у текра такие вот текра тормоза ротор очень сильно кривой правили правили долго час потратили тормоз поршня ходит неравномерно к сожалению вилочка видите да в каком состоянии то есть никто никогда ее тряпочкой не протирал никто и никогда силиконовой смазочкой не смазывал никак не мыл вилочки уже скажем так очень хорошо дальше рулевая рулевая у нас конусная и рулевая у нас на шариках и к сожалению видите даже смазка оттуда выходит то что пыльников никаких нету короче рулевая еще годик поездит через годик надо будет ставить промо подшипники но на год хватит все нормально износ трансмиссии имеет место быть ну как бы человек откатался получается прошлое все лето и сейчас он тоже катается уже ну месяц есть любимые звезды вы видите да вот эти вот которые самые грязные вот их всего тут немножко зачем этот большая сковорода нужно непонятно но вот на 3-4 звездах клиент ездит износ цепи и износ звезд ну на сезон хватит как я люблю говорить покатайтесь и приходите к нам осенью осенью мы весь его посмотрим по моему обслужим поменяем при необходимости цепь и звезды и конечно же будет не такая сковорода а какая-нибудь скромная кассета на 7 да потому что зачем нам девять скоростей если мы не пользуемся девяткой да нам достаточно семерки ну или девятка но хотя бы нормальный диапазон что-то типа там 11 28 11 32 то то что нужно обычному человеку передняя звезда хорошая штаны кстати смотрите какие зефир правил разборные передняя звезда скорее всего переживет эту цепь походит еще потом несколько лет что внутри каретки я не знаю скорее всего каретки концу сезона тоже придет хана так что полное то велосипеда в данном случае это переборка втулок переморка рулевой настройка тормозов и в принципе все ну и прав караторов дальше человек будет кататься и вот он уже приедет осенью будет тогда уже вообще полное при полное то это у нас будет обслуживание вилки но сейчас вилку обслужить долго запчасти не найти а грязи как видите там много 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 наверное будет рулевая у нас ставится на промах меняться кассета меняется цепь в общем по бюджету смотря сколько будет у клиента денег так мы это велосипеда обслужим но вот как вы видите за год можно велосипед достаточно скажем так хорошо укатать а за два то есть сейчас второй сезон за два года придется менять все то есть и втулки заново перебирать и менять трансмиссию цепь звезды и менять рулевую и полная переборка вилки и смотреть что с тормозами то что тормоза работают не очень хорошо у текры к сожалению вот за год уже поршня ходит неравномерно так что следите за чистотой будут поршня внутри тормозов чистые будет хорошо работать тормоз будет вилка чистенькая да вот не такая она грязненькая чистенько будете и тряпочкой протирать соответственно вам не надо будет платить за его обслуживание еще несколько лет то есть следите вот за этим за всем а так велосипед да прикольный правда не менее катался что-то накатался я уже сегодня на других велосипедах